Девушки отдыхают У них можно поучиться не только энтузиазму, но и многим хитростям и умным приемам садоводства Сегодня в программе Татьяна Лебедева покажет необычные растения своей цветочной оранжереи Ложный отчиток, все мы привыкли в большинстве случаев отчиток видеть высоким кустом И расскажет, как определить спелость зеленой смородины Она, во-первых, мягкая становится, а во-вторых, она видно по цвету Ольга Люхина поделится различными садоводческими советами Например, как избавить кусты роз от тли Оказывается, достаточно опрыскать раствором дегтярного мыла, тля исчезает А также расскажет об интересных сортах земляники Такая белая земляника ананасная, она действительно пахнет ананасом И о своей коллекции томатов Последние помидоры мы с него собирали в начале ноября Мы приехали в гости к Татьяне Лебедевой, участку которой уже около 10 лет Строили с супругом все сами, начиная с каждого кирпичика, все переносили И своими четырьмя руками выстроили то, что есть здесь и сейчас А какой была цель приобретения загородного участка? Дети должны летом находиться за городом Они должны находиться все время в городе Не у всех есть возможность отправлять на море на все лето Поэтому мы решили, что нужно жить за городом Приобретать 10 лет назад дом для полноценного проживания в пределах близости к городу Не было в нашей возможности финансовой Поэтому мы приобрели участок здесь и начали потихоньку строиться Что же выращивает Татьяна в своем саду? Конечно, ни один огород не обходится без картофеля, свеклы, моркови Но это всего лишь так, чтобы было, наверное, для галочки больше А для удовольствия это, конечно, именно фрукты, ягоды Это томат, огурцы Ну, вот такое, чтобы радовало взрослых и детей всегда А что еще радует семью Лебедевых? Помимо ягод, томата, огурца Выращиваем также на огороде свеклу, морковь, картофель Достаточно высокий для этого прохладного лета Чеснок, как видите, чеснока дома мало не бывает Растет на участке Татьяны и смородина различных сортов А это красная А есть черная, есть зеленая, есть розовая Розовая она как красная также цветет А зеленая она как черная для тех, у кого аллергия Впервые смородину с непривычно зелеными ягодами Вывели сибирские селекционеры в 1930-х годах Ягода не пользовалась спросом у дачников СССР Но спустя несколько десятилетий ее популярность значительно выросла Зеленая смородина является разновидностью черной Но ее аромат менее сильный И к тому же ягоды гипоаллергенные По вкусу плоды более сладкие А шкурка у них хоть и тонкая, но достаточно плотная Чем же еще может похвастаться Татьяна? Клубника уже, кстати, наливается Если хотите, могу показать Специализируемся в основном на клубнике, кустовых, потому что дети Да, недели через две уже это начнет краснее Что же является, по мнению Татьяны, основой для получения хорошего урожая? Ну, это, наверное, знание особенностей той земли, на которой ты работаешь В нашем случае это тяжелая земля, а значит, мы должны все накрывать либо травой, либо укровным материалом Для того, чтобы сохранять влагу и мягкость земли Своевременные какие-то поливы, обработки Ну и, наверное, просто любовь В общем-то, больше ничего Есть на участке и теплица, которая для семьи Лебедевых имеет важное значение Наш парник особенный Супруг его делал сам Полностью укладывали листы Покрывали мы его тоже с ним вдвоем Поэтому он нам особенно дорог Томаты уже достаточно высокие в этом году Единственное, завязи еще немного, но цветут обильно Какие же сорта помидоров выращивает Татьяна? Есть и черри, есть и черный принц, есть полосатый шоколад Томат полосатый шоколад был выведен американскими селекционерами в 2010 году Форма плодов похожа на бифштекс, круглая и приплюснутая Окрас кожицы бурый или розоватый с контрастного цвета полосками Которые могут быть шоколадного, бурого, оливкового, темно-зеленого, желтого или оранжевого цвета Спелые помидоры полосатого шоколада отличаются приятным вкусом В меру сладким с легкой кислинкой А вот эти вот, кстати, вот эти вот, они, может быть, такие небольшие Но зато они посеяны семенами прямо в теплицу в конце апреля Хотя я всегда считала, что нельзя томат в наших условиях сажать безрассадным способом Но вот практика показала, что можно Те овощи, которые выращены на своем участке, я знаю точно, что в них не добавлены различные пестициды Там и все остальное прочее Все равно они вкуснее, насыщеннее имеют вкус Картофель, тот, который продают у нас сейчас на улице, называют молодой картофель Ну, вы же понимаете прекрасно, что это картофель, там, Турция, Египет Своё, но, наверное, ближе к телу, роднее И потом, поверьте, дети, когда они бегают и срывают с куста ягоду Она им гораздо вкуснее Вы им положите ту же самую ягоду, но где-то на столе они могут её не съесть А здесь это вот само внутреннее какое-то удовольствие пойти и сорвать с этого куста Она видит, как она растёт, какого она цвета, на каком кусте находится И это где-то на подсознании у них откладывается, ну, определённым, в любом случае, положительным моментом А уж тем более здесь большая возможность отключить их от телефонов, гаджетов и телевизоров Совершенно легко Было бы желание у родителей На веранде ждите меня А то сейчас дам кисточку каждому, будете красить Кроме овощей и ягод, Татьяна Лебедева разводит и разные виды цветов Будучи беременной младшей дочерью, шесть лет тому назад подумала Господи, ну, неужели мы всю жизнь будем пахать в картофеле и в моркови Когда-то же это должно надоесть, а значит, мы сделаем поле Поставим себе садовые качели, будем качаться И в этот момент мы должны на что-то наблюдать И с этого времени, за шесть лет, появилось вот это вот цветочное царство Что же обитает в цветочном царстве Татьяны? Цветы цветут одни за одним Одни отцветают, вторые начинают зацветать Скоро будут лилии Лилии у меня, наверное, цветов расцветок десять Начиная от низких, заканчивая высокими Они еще даже не все набрали свою высоту Вслед за ними пойдут однолетние бархатцы Они, кстати, собраны из собственных семян Для того, чтобы не покупать, можно бархатцы посадить И с них потом эти семена высаживаешь Таким образом можно сделать очень многие однолетние цветы Лилейники Вот они уже начинают набирать бутоны В природе лилейники растут в Азии В Европу они были привезены в 16 веке И быстро завоевали популярность Названия растения обязаны лилиям У них очень похожие цветы по форме Это одно из самых красивых и простых в уходе растений в садах Лилейник отличается от лилии тем, что цветок живет ровно один день То есть открывается утром бутон, вечером он отмирает Но цветение лилейника происходит в течение месяца Люпины, они существуют разных цветов Здесь розовые, там на входе в участок есть синего цвета Люпин многие считают, что он так полевой цветок Но мне кажется, что он очень гармонично смотрится в цветочной оранжереи Я ее ботаническим садом своим зову Ложный отчиток Все мы привыкли в большинстве случаев отчиток видеть высоким кустом Но вот этот ложный отчиток, он невысокий Научное родовое название отчитка происходит от латинского в значении «усмирять» Так как сочные листы растения действуют как болеутоляющее средство от ран Ложный отчиток имеет еще одно название «седум кавказский», что говорит о его непосредственном происхождении Травянистая культура выбирает для произрастания скалистые склоны или субальпийские луга Он покроется недели через две, вот видно уже цветонос И покроется красненькими такими цветочками То есть весь низ будет усыпан красной аллеей Все цветы, даже те, которые являются почвенокровными, они все цветут Вот с каждой, с каждой этой ножки выйдет белый цветок Соответственно, здесь будет вот такой вот весь белый ковер Хоста Ее существует тоже несколько видов Они вечно зеленые У них листья совершенно разные У меня есть четыре сорта хоста Они отличаются цветом окраса листьев Но может ли посоветовать Татьяна всем переезжать за город? У каждого свое внутреннее мировоззрение И ломать это мировоззрение, это вот как бы хуже всего Как бы мне не казалось хорошо жить за городом Но другому человеку будет комфортнее жить в городе Там, где внизу есть магазин Там, где пришел все купил Ну пусть это будет для него кайф А для нас кайф вот этот небольшой дом, наш участок Возможность здесь жить и отдыхать Поэтому нельзя говорить о стопроцентном переселении людей из... Ну мы же уже так переселяли Все когда-то люди переехали из деревень в города Было же такое? Было Ну и ни к чему это сильно хорошему не привело Поэтому зачем назад людей насильно куда-то веселять? Пусть живут там, где они хотят Мы вернулись к Татьяне Лебедевой в конце сезона Чтобы узнать, каким выдался урожай Что касается томатов, огурцов Медленно идет Томаты только начинают зреть Ну по крайней мере у нас Ну огурцы мы уже закатали литров 30 Чеснок очень хороший в этом году У нас три сорта Но чесноком занимается мама Вот, все чесночины достаточно хорошие Она чеснок выращивает из семян То есть оставляется несколько стрелок С них собираются семена И дальше в течение нескольких лет Из этих семян получаются здоровые детки Здоровые чесночины, которые не больны ничем А какие же томаты успели вырасти к нашему приезду? Томаты крупные Розовый мед, хурма, вельможа Ну вот из таких, которые прям понравились У меня всего третий год теплицы Поэтому я пока еще начинающий томатовод Как начинающий томатовод Татьяна записывает все ошибки и недочеты Которые были совершены при выращивании помидоров Чтобы в последующие годы опираться на свой опыт Ну ошибки, во-первых, те сорта, которые не пошли у меня То есть деформация произошла дерево-ствола Во-вторых, ошибки по ведению самих стволов По наличию листьев По расстоянию между кустами Плюс еще дома супруга буду просить Чтобы он делал дополнительную вентиляцию в теплице Потому что томатам недостаточно Все равно влага скапливается Поэтому, не знаю, да, попрошу его, чтобы он подумал, как это сделать Татьяна Лебедева может похвастаться и свеклой Которая тоже хорошо уродилась в этом сезоне Я в основном покупаю египетскую плоскую Мне нравится то, что она идет не сильно вниз, глубокая Не знаю, такой сорт египетская плоская Вопреки названию, к Египту сорт отношения не имеет Его вывели советские селекционеры путем отбора лучших экземпляров иностранных видов свеклы В 1943 году Неприхотливость в уходе, стабильность и прекрасные вкусовые качества Делают египетскую плоскую одной из самых популярных у садоводов Удалась в этом году и зеленая смородина Но как же можно отличить спелую ягоду зеленого цвета от неспелой? Ну, она, во-первых, мягкая становится, а во-вторых, она видно по цвету Это как земляника Вот у нас есть земляника, не красная, а белая И по ней видно, она становится не зеленая, она становится такая белая, прозрачная То же самое здесь становится, кошечка прозрачная Ну, так же черную можно определить, она же есть светло-черная, да? Еще не совсем зрелая Так же и здесь совершенно легко определить Что же является самым важным на собственном дачном участке? По мнению Татьяны Лебедевой Огород не должен приносить усталость жуткую, да? То есть умереть на огороде не надо, это не цель Цель – комфорт, удобство и удовлетворение от продукции и от взаимодействия с землей А до какого возраста? У мамы моей 70 Она здесь находится все лето И потихонечку, в меру своих сил, ковыряется К сожалению, все мы учимся только на своих ошибках Поэтому не бросайте, если даже у вас ничего не выросло Если у вас все заросло, не бросайте Будет Новый год, новое начало И обязательно то, что не получилось сегодня, получится завтра Мы желаем Татьяне дальнейших успехов в выращивании урожая И вручаем ей диплом за лучший ботанический огород В номинации «Сад и огород» Растения поняли, что надо им расти, в них нет другого варианта А теперь мы в садоводстве «Волна» В гостях у Ольги Люхиной Мы с мужем заниматься плотно садоводством и огородничеством Стали последние лет 5-6 Потому как оно было в статусе огородничества То есть это земля ничья была И не наша в том числе Мы просто приезжали сюда отдыхать Посадили несколько яблонь И больше практически ничего не делали Косили участок Но сейчас статус изменился Это стало СНТ Земля перейдена в частную собственность Поэтому мы затеяли строительство 4 года назад Построили дом Оформили сарай Выкопали два колодца Ну а сейчас Ольга поделится несколькими советами Которые могут помочь вам при уходе за участком Розы, как никакое другое растение, подвержены нападениям тли И я могу сказать, что оказывается достаточно опрыскать раствором дегтярного мыла Тля исчезает Если говорить о клубнике То опрыскивать ее химикатами И вообще, наверное, нет смысла ее тогда выращивать Потому что огороды Это, ну, прежде всего, экология Это чистая, здоровая еда А березовый деготь Он всегда считался полезным веществом Тля бежит отовсюду От дегтя Хочу показать вам уникальное растение Для Ленинградской области Если оно и растет у кого-то То это единицы по всей нашей огромной области Грецкий орех Грецкий орех – порода южная Его родина – горные районы Южного Казахстана Средней Азии, Ирана, Афганистана Гималаев, Тибета и Юго-Восточного Закавказья Является деревом-долгожителем Так как сохраняет способность плодоносить до 400 лет Что среди садовых культур является одним из наиболее высоких показателей Для того, чтобы он выжил Необходимо пересаживать 4 раза с места на место То есть он постоянно должен все 4 года быть на разных местах И только потом его можно посадить на постоянное место И ждать урожай Дорогие друзья, хочу показать вам Вот такое оформление забора И я думаю, что оно очень многих спасет И многим понравится Дело в том, что заборы с различными плетенками на сетке рабица Они существуют Но заплетены они материалом непрозрачным Соответственно, эти заборы не являются правильными Поскольку все-таки солнце должно проникать И солнце должно быть не менее 50% инсоляции И обеспечивать может только вот такая прозрачная пленка Эта пленка светлится Она порезана на ленты Заплетена через ячейки забора И закреплена степлером Чем еще хорош этот забор? Абсолютно скрывает всех находящихся за забором Мы с соседями друг друга не видим Это обеспечивает определенный спокойный режим отдыха Также у этого забора очень хорошая парусность То есть его не сдует, не снесет Я думаю, что многим понравится такая идея Оформление забора Если у вас на участке небольшой пруд У Ольги Люхиной снова есть для вас совет Самонаполняемый пруд Последние три года дождей очень мало И терять дождевую воду – это просто преступление С крыши дома отходят два водостока Вода по трубам попадает в трубы, которые проложены под землей И таким образом наполняет два пруда Их вполне хватает и для полива, и полюбоваться цветением прекрасной лилии Советует Ольга выращивать и особые сорта яблок Вот жалко, что это не осень, потому что вот эти яблочки райские Они будут гораздо крупнее, они будут красного цвета И с них такое потрясающе вкусное варенье Каждое яблочко на своей веточке Берешь за эту веточку и ешь вот это яблочко Оно, ну, как кусочек такого марципана Райскими принято считать любые мелкоплодные яблони Часто их называют сливолистными, китайскими или райкой Яблони отличаются очень высокой морозоустойчивостью, скороплодием и обильной урожайностью А мы продолжаем запоминать рекомендации Ольги Хочу показать еще вот такое небольшое приспособление В магазинах продается вот такая пластиковая сетка Ячейка 1 см Она очень легко режется ножницами Можно помещать грядку без закрепления Как вот здесь сеточка помещена, она просто прикопана немножко в земле На самом деле она больше ни на чем не держится И очень удобно, что все ягодки находятся наверху Они опираются на края сетки Ну вот это высокое, вот здесь сеточки пониже И все ягодки были поверх сетки Это очень удобно Хочу рассказать про свою малочисленную, но очень интересную землянику Два сорта красной на этой грядке Барон Салемахер, Александрия И вот такая белая земляника ананасная Она действительно пахнет ананасом Совершенно чудесный вкус и аромат И вот такой небольшой куст, он очень долго плодоносит Ананасная земляника или пайнбери Сорт, который был выведен в Нидерландах в 2009 году Мякоть плода может варьироваться от белого до оранжевого цвета Имеет сильный аромат и вкус ананаса К тому же ягоды очень устойчивы к различным болезням Если у вас есть теплица с томатами, которые страдают от фитофторы Ольга с удовольствием поделится с вами своим методом избавления от болезни плодов Лучшее средство от фитофторы это отсутствие загущенности И самое главное, чтобы помидоры листьями не касались друг друга и не касались стенок теплицы Поэтому я предлагаю обрезать их практически наполовину Вот если взять помидорный лист, то до вот такого широкого разветвления просто обрезать И делать надо это постепенно, потому что помидоры нуждаются в питании, в солнечном свете И, конечно, сразу обрезать нежелательно Но если это сделать, то они будут себя комфортно и хорошо чувствовать Ну и, конечно, обрывать пасынки своевременно Это вот такие маленькие отросточки на помидорах Просто их обрывать Какие же сорта растут в этой теплице? Вот этот сорт помидор называется медовые И это вкусные сладкие помидорки черри, которые продаются во многих наших сетевых магазинах То есть, если какая-то проблема с семенами, всегда можно воспользоваться услугами наших чудесных магазинов И хочу показать сорт с покуса Как видите, он пока без помидорок, он поздно вступает в пору плодношения Но зато последние помидоры мы с него собирали в начале ноября Осень это позволила сделать, была сухая, теплая Ирландский ликер Далеко не всегда зеленый цвет томата говорит о его неполной спелости Есть выведенные сорта, плоды которых имеют зеленый оттенок и в полностью созревшем виде В 2021 году российские селекционеры вывели новый сорт томатов под названием ирландский ликер Он имеет интересный цвет и экзотический вкус Плоды крупные и округлые Бычье сердце, вот тут уже помидоры висят Но они, конечно, очень долго растут до большого размера И не такой большой урожай, но помидоры вкусные Вот очень интересный сорт, в интернете я его тоже не нашла Называется черри краса Не длинная коса, просто черри краса Он ярко-оранжевого цвета Это просто звезда всех маринадов, солений, заготовок домашних Ну и свои огурчики, это же просто какое-то чудо Вот они уже созревают Сейчас будем пробовать Очень вкусные огурцы Я надеюсь, что те садово-огородные придумки кому-то помогут в ведении садоводства Ну а мы, в свою очередь, вручаем Ольге Люхиной диплом с присуждением почетного звания «Садовый советник» Наши герои – садоводы-любители, которые с особой любовью и заботой относятся к своему урожаю Они с радостью делятся накопленными знаниями и дают важные советы А в следующих программах мы встретимся с не менее знающими садоводами До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok